Привет, друзья! С вами Сан Саныч и вы на канале Взрослый Разговор. Сегодня пятница, 11 августа 2023 года, а значит по графику обзор нового рынка в Одессе. Но, как видите, я нахожусь, мягко говоря, поза зону досяжности, а YouTube-канал Взрослый Разговор захватили какие-то пираты. В общем-то, и передаем им слово, пускай они сделают для вас обзор, а мы с вами посмотрим, что из этого получится. И, кстати, вы напишите свои комментарии. А я иду, знаете, куда? Это называется тихая охота. Посмотрим, что с этого выйдет. Идемте. Ну что, Валерьевич, доброе утро! Доброе утро! Пошли вторые сутки нашего с тобой труда, пока наш Сан Санычка, говорится... Да, немножко отдыхает. Отдыхает, дышит свежим воздухом, ходит по горам. Ловит рыбу. Ловит рыбу, грибочки нам собирает. Ждем. Ждем, Сан Саныч. Мы пришли, смотри, мы трудяшки, мы трудимся, поэтому надеюсь, ты нас побалуешь. А мы пока пойдем на наш новый базар. Да, сегодня... Какое у нас число? 11 августа. Посмотрим, какой он на вкус, этот новый рыночек. Сейчас мы будем узнавать цены на свинину у Насти. Настя, добрый день. Добрый день. Мне понравилось. Вы знаете, мне понравилось, как Настенька меня встретила. Боже мой, какие люди! Здравствуйте. Тебя и здесь знают. Да, да, меня и тут знают. Мы что, Сан Саныча, дивимся, натика снимаемся. Ну да, да, есть такое дело, есть такое дело. Что-то вы, Настенька, делаете сейчас? Вырезаем шайку. Я слышала, что у нас самое шикарное мясо в городе Одессы. Вот даже девушка только что у Насти покупала мясо и говорит, я у вас в прошлый раз брала шашлычок, был супер, просто супер. Так что, видно таки, правда, это был неподставной от человека. Такие да. Такие да. Ну, расскажите нам, пожалуйста, что у вас почем. Что у нас почем, берите, а свининка трошки по пожару. Ну, как и все, собственно. Все, собственно. Двести двадцать челагач. А красивенький какой-то, да? Да, аккуратненький такой. Это любимое плюдо моего папы. Моего челагач, он покушал его каждый день. Мы его готовим. Двидя, треста гривен беточек. Беточек красивенький, да? Смотришь, переливается. Да, да, да. И шаечка тоже триста. Задняя двести тридцать. Двести гривен лопаточка. Ребра двести. У меня тут, конечно, творческий беспорядок. Ну, все живое, все, да. И мы как раз попали на тот момент, когда раскладывается, да? Раскладывается в процессе. Главное, что свежее. Это уже, я говорила, обоих. 180 почеревок. Красота. Красивенький, да? Красота, красота. Да, 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 да. Сальца. Сальца двести в Минерасте. Кушки есть, вот, пятьдесят гривен. Язычок, сто пятьдесят. Ножки двадцать пять. Двадцать пять ножичек капуста, да? Да. А сейчас берут люди на что? Берут, берут. Сто гривен. Ой, рулька такая красивенькая, да? Двадцать пять. Костик. Косточки двадцать. Косточки тридцать. Настенька, расскажите, пожалуйста, Рулька такая, она действительно очень аппетитно выглядит. Скажите, вот как ее вкусно приготовить? Я никогда, вот, рульку я никогда не готовила. Рульку, смотря, я готовить, я вот отварюю. Да. Вот так целенько. Потом вытягиваю косточку. А как, каким образом? Вона тут расслоится при варке сама, и там будет легко видно, я тут ее видяну. Достается хорошо, да. И натираешь соль перед чесненькой, так, обильно. От души? От души, да. Закрутив ниточкой, и в холодное, чтобы сгастило. И нарезаете, как рулет. Хорошо, а если запекать? Если запекать, то тоже маринуете, любыми специями, якими вам нравятся. В рукав вливаете бутылку пива, самого обычного. Прямо в рукав туда? Прямо в рукав, и завязали, и в духовочку на 180 градусов. Надолго? Там уже дивитесь по размеру галяшки. Это очень вкусно. Да. 2-3 часа, конечно, вона запекается. Томится в этом, да? Томится. Я могу себе представить, какая она сочная получается. Очень. А пиво потом вино, как соло. У нас вмешивается. Воно, наверное, правда? Да. Вкусненько, интересно. Очень вкусненько. Надо будет попробовать, да. У меня есть рецепт, я еще вот под шкурку, чесночок с розбаринчиком. Ну, этот рецепт мы знаем, это мы так готовим любую свининку. Я тоже бегу, чесночком, все это мы знаем. А вот с пивом, это интересно, я не знаю, с пивом будет. У Сан Саныча, кстати, есть фирменное блюдо, он делает в темном пиве, рульку. Не знаю, не знаю, я не знаю, что это. Я знаю, что Сан Саныч только отдыхает. А, понятно. Вот это да. Вот это зверь. Как тебе? Мне кажется, я потерялась на фоне. Я могу туда спрятаться. Говорят, что белуха есть там? Да, да, большая. Яна, ты любишь говядину готовить? Я очень люблю говядину, особенно в тандыре. И я уже смотрю на этот кусочек, я уже знаю, как его приготовить. И почему? Может, пахнет. Да, да, я же говорю, он уже прям, уже дымок из него идет. Антиботики 180, грудинка, говядина немножко подорожала, грудинка 150, шпондра ребра 140. Задняя часть 240, лопаточка 230. Пашинка 150 было, шейка 180. Что у нас там? Филейки 500, битки 280. Были 50? Да, ну все было. Все было, уже разобрали. Мы с вами есть, но будет попозже. Мы с вами немножечко проспали, Валерич, сегодня, поэтому, ну опять же, Сан-Сан, шли или не смотри, мы все успеем, все успеем. Печеночка 220, сердечки 120, почечки 70, легкие 50, селезенка 30. Есть баранина еще. Вот я тоже, вот я смотрю на эти вещи, баранина, 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 баранина чисто, но это не ягнятина, это именно баранина, именно баранина. Вкусня. Лопаточки, если хотите, можете его снять, красивый. Обязательно. Обязательно снили. Лопаточка 220, задочек 240, седло 250, скажи, а для чего вот седло, как его готовят? А его вот так вот берут, стейками делают. Ну, это надо смотреть, поварские книги, это седло сейчас не делают, это мы только делаем седло. Да, 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 я поэтому не имею в виду. Они все делают в каре, в основном, да, да, да. И туда запускается седло, седло это вот биток почечный и филейка, видите? Ну, я начала его зачищать, заказали. И это вот, сейчас многие берут у меня вот заказ, они целые его запекают. Говорят, что очень вкусно. Ну, самое элитное мясо, биток почечный, видите? Да. И филейка, как у говядины. Видите, две филейки. Да, да, да. А можно так просто стейками сделать? Ну, да, все по классике, курёк, что карашка. Карашка у меня идет просто отдельно, без седла. Она чистая. Такая вот получается, как говяжья. Да, да, да. Как говяжья, да, получается? Как говяжья, да, получается? Интересно. Интересно, интересно. Но это баранина, не ягнадина. Это баранина. Он может и снять, такой красивый. Аленочка, а вам может звонить и заказывать? Так, чтобы мы... Лучше приходите. Лучше приходите, да? Сейчас такой период, что сегодня есть, завтра уже ничего нет. Немножко, да. Нестабильное время. Нестабильное время, нестабильное завозы. Сегодня привезли, работаем. Завтра одна цена, после завтра другая. Вышли, видите, же. То сменяется сама, да? Это же самое у нас. Все то же самое. Топливо дорожает, то дорожает, а нас все идет. Мы все-таки от чего-то зависим, правильно, да? Да, главное, выжить, а так все. Порвемся. Порвемся. Ира, теперь я тебя познакомлю с замечательным человеком, с королевой пчел, со звездой нового рынка. То есть, звезда? Звезда пришла к звезде, да? Типа того. Две звезды. Да, звезда по его за пришла к звезде нового рынка. Так, это хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть, увидеть, потому что вы действительно звезда по его за. Спасибо большое. Честно. Ну, вообще, ну, огонек, это взрыв. Спасибо большое. Ну, вы делаете программу вместе с Модестовичем, вы две там вообще. Здараюсь. Звезды, как же, стараюсь. Молодцы, молодцы. Вот, запоминающаяся лицо, заберет, красивая девушка, вообще. Да, спасибо большое. Хочу всем напомнить, что 14 августа у нас праздник Медовый Спас или Маковея. Обязательно пойдите в церковь и посвятите имен. Был бы Сан Саныч, он мне спросил, Леночка, а что же это за праздник? Вот поэтому рассказывайте для Сан Саныча, пока он там отдыхает. чтобы мы не лицом в грязь не упали, я рассказываю, Сан Саныч, привет, Сан Саныч. В общем, рассказываю, что же это такое за праздник. Я, конечно, в церковных историях не так хорошо разбираюсь, как в пчеловодстве, но я вам все-таки расскажу, что же это такое за праздник. Маковея это первый Спас и начало Успенского поста. Успенский пост у нас 14 августа по 28 августа. Почему он называется Спас? Вот эти три праздника Маковея, яблочный и ореховый Спас. Это в этот период обычно закончалось лето и все собирали весь урожай и как бы спасались от холодной зимы и запасались ну, запасами едой. Витаминами. Витаминами. Ну, не витаминами, всем запасались. А пчеловоды в это время начинали скачать последний уже мед. Поэтому первый Спас называется Медовый Спас, потому что святят в этот день святят мед, святят, кстати, воду, там тоже вода каких-то целебных свойств набирает и святят букеты маков. В этот праздник он называется Маковеем не из-за того, что святят именно мак, это уже как-то присоединились, чтобы этот период начинался тоже сбор мака. И мак, когда делают букеты, в центр ложат мак и вокруг разные лекарственные травы. И вот этот мак, он как бы защищал дом от сглаза. То есть вы святите этот букет, букет маковеечен и ставите домы до следующего маковея. И вот этот букет защищает ваш дом от сглаза, от каких-то мыслей, от всего. А вообще, по идее, церковный праздник этот маковей назван в честь братьев макивеев, которые жили в 166 году до нашей эры. Они жили в Израиле и они верили в Бога Христа. И в то время правил у них царь язычный, который запрещал эту веру. И он приказал им перейти в веру языческую, языческим богам преклоняться. Они отказались. Их семь братьев было. И эти братья все приняли мученистую смерть. и у них еще была мать Соломея. И их очень жестко пытали. Им отрезали языки. Потом им отрезали все пальцы на руках ногах. Потом сняли скальп. И потом пытали каленым железом. Мать это не выдержала и умерла от разрыва сердца. И в этот день почитает их память макивеев. Это история церковная. Может быть я неправа как-то неправильно рассказываю. Если вы хотите можете в комментариях меня поправить. Я тут ничего не буду возмущаться. Очень интересно. Так что обязательно напоминаю кто не успеет 14 числа посвятить свежего урожая мед. Его надо прийти домой и сразу всем скушать по ложечке. И вы приносите Божью благодать к себе в дом. А если вы не успеете может посвятить 19 числа. Но 19 числа яблочный спас. Я про это расскажу в следующий раз. Мы встретимся в церковь. Верующий человек на праздники и на макове. Я не знала. Я тоже не знала. Я сейчас посмотрела специально чтобы вам рассказать всем. Кто не знает. Заботливая молодец. Очень интересно этот медовый спас. Действительно интересно. Теперь вы знаете по другому отношение к этому празднику. А теперь по ценам. Что у нас происходит. Интересно расскажи Леночка пожалуйста я не сильно в меде. Потому что надо смотреть наши программы. Ты уже за целый год бы знала все. Вот такая двоечница. Много работы иногда не успеваю. Рассказывай Леночка что где почем. Мед белая акация. Мед белая акация 200 гривен полулитровая баночка. Липовый мед 180 гривен полулитра. Майский лесной это почти та же акация только немножечко с добавлением липы. То есть пчелы сами ее туда добавили. Не я ее добавляла. Это нижние корпуса чуть позже откачаны. Все цветочные меда 100 гривен полулитра. Бутыль меда любого цветочного 500 гривен. Гречаный мед уже есть свежий мед стоит 200 гривен полулитровая баночка. Перга тоже уже свежая 180 гривен 100 грамм. Прополис 50 гривен 10 грамм. есть видео где Сан Саныч собирает пергу. Пыльцу. Пыльцу да. Загруз 150 гривен полулитра. Пыльца 35 гривен 100 грамм. И свечки наших знаменитых. Леночка вот у меня такой вопрос. Скажите пожалуйста у кого аллергия говорят что мед нельзя. Или это неправда или какой-то это конечно же мед белой акации. Почему он считается гипоаллергеном? Во-первых я рассказывала что у него самый низкий глюкемический индекс 19 и он гипоаллерген из-за того что цветочек у акации так устроен закрыт пыльник и пчелы именно аллерген не заносят в этот мед поэтому он и не кристаллизуется из-за этого потому что центра кристаллизации пыльцы нет и он считается гипоаллергеном. Мед белой акации можно у кого повышенный сахар мои покупатели все кушают у всех все нормально не устало поотреблять но по чайной ложке но все-таки можно надо купить и попробовать обязательно я честно говоря я только теперь вас буду покупать очень все аппетитно и вкусно вот Лена теперь у вас еще есть один постоянно покупатель да 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 расскажите еще пожалуйста а вот это для чего очень штука чем она полезна как ее применять это то что цветочную пыльцу пчелки заносят они ее там перерабатывают своими ферментами она там ферментируется пыльца перекращается в перга перга это пчелиный хлеб это то что попадает потом мед при откачке но он попадает в маленьких количествах конечно это же концентрация и делает мед и вот настолько полезным что он такой полезный и куда ее ее кушают по пол чайной ложки утром натощав чтобы быть молодой красивый вечно аааа так вот он секрет почему-то клеточка хорошо выглядит ну все я теперь точно буду постоянный покупатель а то я все омега-3 омега-3 вот так вот тут кстати тоже есть омега-3 да ммм действительно это ммм это акаци боже какой какой аромат а это какой был это наши детские то что мы с саночкой качали боже супер ну вкусно этот как они как карамелька как леденцы в детстве делали вот из сахара точно не надо вот такой рекламы мне это более мне вот этот большинство те тоже вкусные классы а ну конечно ну конечно он самый вкусный действительно очень вкусно понятно хотя я не сильно любитель меда я бы скажем более так наружно применяю но вот гречка если гречка то это гречка гречку кстати никогда в жизни не плавала тоже такой интересный конечно без супер вообще леночка вы меня покорили просто покорили серьезно очень спасибо большое приходите и рачку да обязательно придем будем друзей к вам приглашать спасибо большое супер вот такие вот на ту натуральная вкусняшки класс все хорошего дня и раз ты знаешь у нас в пятницу есть традиция мы каждую пятницу воли день добрый я добрый утро у нас есть называется окорок окорок оклок что-то значит это значит что независимость от того в которое время вы пришли мы развиваем вот этот чудесный красивый окорок ничего себе такой секретик я узнал да вот так вот помимо того что мы его разрезаем у вас появилась гениальный шанс его попробовать наконец-то будут кормить сан-саныч сан-саныч отдыхающего отдыхаю все подходит ну что для влече ну я бы сказала барабанная дробь барабанная дробь очень вкусный боже мой этот аромат была бы я не на диете я ничего утром можно утром можно пожаловать ой начнем вот тут вот еще кусочек выпал ну например такое аж аж не буду говорить это прям пошлую мысль красивый сочный аромат и самое главное всегда только свежий очень-очень свежий дамыш а штат на губах обращаем внимание что здесь кроме соли никаких средств для того чтобы вы когда кушаете кушали и чувствовали настоящий вкус но я вам хочу сказать когда вот я так же сама про рыбу расскажу меня спрашивают секрет как солить тёмгу я в регламе чтобы рыба свежая там не надо никакого фокуса правильно специя правильно когда продукт свежий ему ничего не надо я полностью с вами согласна поэтому да очень на такой красоты у нас 350 гривен как принципе было и на прошли у нас нормальная адекватная на хороший качественный продукт скажем вы как коллега в теме понимаете есть такое делается качество она того стоит у нас есть куриная шейка одеска национальная куриная шейка очень вкусно у нас бывает двух вариантов но сегодня я вижу что только у меня один остался потому что сутрица бывает у меня фаршем в данном случае я вам даю попробовать это фаршем пассированный лучок соль перец по вкус перемалывается на фарш и начинается вот куриная кожица бывает вариант у нас еще нарезной называется нарубленная все что кладется те же подружки тоже мяско нарезаются кусочками дело вкуса на самом деле но мы справимся что все было вкусно и угодить каждому клиенту потому что сколько людей столько и вкусов надо чтобы сам саныч этот кусочек на вырезал а я буду приходить польщики покупать и говорит это будет наш маленький-маленький секрет на зашли такой фокус с пельменями да 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 с морозилки кстати кстати про пельмени у нас тоже замечательные пельмени у нас у нас домашние пельмени это делает мастер-пас мамы исключительные сочные тесто тонкое можно куриные диетические и можно на классические цветные я как молодая хозяйка пришла полечки домой принесла на досточку разложила мукой притрусила сюда чуть-чуть муки и целый день в трудах так ну это опять никому не покажем цена куриных шеек у нас 220 гривен за килограмм а дальше есть у нас тушенка ну это 3 подготовка к зиме до солнечку на поле на это свиная цена куриных 130 190 говяжья и свина очень классно очень вкусно натуральная это домашняя наши все клиенты они знают поэтому как бы такое единственное что скажу она у нас обычно было в стекле а по цене 2 года на 6 банках так как есть дефицит на стеклянные банки пришлось купить заказочную машину я думаю это сильно на качество не влияет сто процентов а что у нас со стратегическим продуктом всегда есть всегда было есть и будет со сала не можете есть да конечно сама не может стала очень классная обращаем внимание корочка золотистая корочка мягко вкусно и салам просто без лишних слов знаете кстати кстати очень очень стало очень сильно полезно для кожи тот кто кушает салом никогда не постареет это я знаю точно опять же свои 708 цена на сало у нас сегодня 250 гривен внимание есть без пройди не сможем выбрать на любой хочешь прожилка хочешь без прожилки дальше есть у нас салонинка салонинка это маринованный свиной почеревок стоимостью 329 килограмм тоже обращаю внимание как и всегда есть более мясная и более сальна или что в карте любите такое я я люблю желудка мне так бы от души нарезает передать вкус всего того что у меня на столе как вкусненько вкусненько закусочка да и подпиской под воду кстати тоже очень любят и его дальше у нас есть огверной почеревок с перцем я и моя молодая команда очень вкусный есть опять и более мясной более социальные я предпочитаю более мясной не смотря на то что лето несмотря на то что все равно хочется отрезку борща всегда можно в принципе про сладко и еще не голодный а то все я ем даем здравствуйте вот так вот узнаем куда мы будем приходить однозначно сюда это поклонник немножко обделили и она вообще не жирная лучше не жирная потому что она полюбаса и когда процесс происходит весь жир вываривается при этом сальто остается да 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 это отдельный вкус в отличие от копченого запеченного садонины ну и даже соленого много вариантов и они каждые по-разному по вкусу на самом деле хоть есть свиная есть свиная стоимость 320 курина 340 гривен свиная очень классная вкусная свежая может быть не надо меня так баловать а то я тут пол прилавка съем я не надеюсь скажем так куриная там нормальная а вот свиной на польша вот больше мясо значит по свиной она будет более я чуть-чуть я переживаю тоже за фигуру но вам рекомендую все же попробовать тем более как говорят диетологи до 10 сколько который чем любезти от роман до трех может какой хороший диетолог я разрешаю стоимость колбасы повторю куриная 320 свиная 340 гривен килограмм есть у нас кореечка в ассортименте копченая 360 гривен килограмм за шеечком можно подобрать точнее сушек только смотрим так качалочка качалочки копченые 350 гривен килограмм это большое внимание вырезка из того окорка который вы первый раз пробовали только маленькая только маленькая не только копчененькая чисто для сравнения очень тоже такая насыщена очень вкусно очень свежая какой-то вкусно люди не мы стараемся марку нам мешать меня иногда клиенты приходят и скажут свеженькая я думал посмотрите на меня я свеженько давайте насыпать на меня качество может быть это не скромно посмотрите вот олечка тоже вся натуральная без единого укола красоты естественно товар у нас тоже весь натуральный кушайте девочки дальше у нас идет говядинка в ассортименте есть копченая и запеченная немножко осталось 400 гривен за килограмм шея запеченная вообще кто смойте я люблю я не могу я не могу я не могу пожалуйста я вложу раз посмотрите такой на свежий нож блестит это только вот буквально только что разрезала клиент меня был пробовал каждый четверг он ко мне приходит за этот шесть таки да и у нас покупатели цена шейки у нас 370 гривен килограмм балычок запеченный также сама как и копченый 360 гривен килограмм есть нас уже в сортименте куриный плетик 330 гривен килограмм и свиной рулетик из подчеревка завернутый запеченный щитником такое разнообразие очень очень цена свиного у нас 350 гривен там есть еще немножко ребрышек путбукачик можно и будем резать его хорошо я поняла почеревок у нас дарю браку а сама и статурами лирина релаграм и есть запеченный кисок ливен килограмм в сортименте кровяная печеночка обращаем внимание лета же рано у нас на приводе но у нас есть почему потому что у нас красивый большой холодильник в котором температура нас на данный момент у нас три градуса поэтому наша продукция хорошо сохраняется да и вкусная и охлажденная кровяночка на 170 гривен килограмм и остатки попеченочки 200 гривен килограмм зельцы пожалуйста мясной 250 гривен килограмм классный это классический традиция это опять же традиция одни я сошли телячьи красивые а если сюда еще добавить немножко горчица мне это надо попробовать горчичка мужик хрон если вы любите кредо кто как любит это просто обожаю тоже ну и тут сейчас вообще самое интересное начинается внимание валерича будни и валерича праздники колбаски варенок ученые сервелат киевская сервелат свинина говядина и сервелат очень классный королевский стоимость таких колбаски от 420 гривен за килограмм палочки не маленькие при этом мы можем себе позволить даже разрезать для клиента половину бывает такое что-то приходит наберет цель все говорится для наших покупателей все правильно сыровяльное мяско говядина у нас 600 гривен свинина у нас 570 килограмм рекомендую это очень просто вот это тоже кстати под вино под под все мармеладка это тоже закусочек что же мы все за опять будут писать что ира пьяная что ира еще что товарищи я все равно все хорошо не переживайте на потопу загубим дальше праздничные колбаски у нас это сыр и копченый сыр и вяленый клубах тоже очень большой ассортимент салями говяжья салями свиной раунд швейска вяленая одна вторая третья вот это очень классно тоже выпадет но она перченая она перцами это говядина вяленая с перцами и ручка пожалуйста очень классно вот прям посмаковать вот прям посмаковать она хорошо стаят мы сушим не вздыхай а ты думаешь нам легко да да слушайте действительно очень вкусно и что вкусненько и цену вас я вам чувствовать очень адекватно очень вкуснятина это продукт натуральный это вообще какие супермаркеты товарищи ну что ну очень даже стараюсь потому что нам важно держать марку напомню что на 800 гривен за килограмм при этом не обязательно палочка пожалуйста для удобства клиентов нарезали по половинке вакуум закрыли если дорогу даже очень удобно и классно постума у нас 750 гривен делаем помягче мы любим помягче и нашим клиентам ну и это завершающая такая наша нотка на нашем столе это наше вареное колбаса естественно куда передавать наша вареная колбаса но я вам хочу сказать что наша вареная колбаса это эксклюзив в одессе вареная колбаса всем вареным колбасом посмотрите на эти порции ну повезло вашему мужу я вам хочу сказать повезет а повезет тоже не замужем так мужчины обратите внимание какая хозяечка щедрая добрая докторская колбаса любительская колбаса или печеноруженная колбаса я вам хочу сказать она действительно эксклюзивно чувствуется мясо а вкус детства правда вкус детства очень я очень люблю эту колбасу даже не доктор любительскую на сковородочку она раз такая золотая золотая дворечка и помидорка помидорочка завтрака конец просто класс нет ну еще больше вы понимали что они разные но они очень вкусно ребят действительно я не вру вообще врать кстати не умею не играю хоть и говорят что я актриса но очень вкусно докторская любительская колбаса у нас 350 гривен килограмм и вот это вот изумительно в классные красивая и вкусная вечерина рубленая у нас 420 гривен килограмм 420 и ручка еще вот этот вариант чтобы я просто не знаю когда вы в следующий раз к нам зайдете я вам хочу сказать вам долго ждать не придется обязательно знаете что почувствовать не очень люблю потому что там же стало а я же девочка вроде бы как бы жирно но вообще а вообще-вот все очень нежненькая нет вроде бы за эти куски сала там колбасе надо вытаскивать не от очень вкусно причем даже без хлебушка вообще жена залетела разбегом до сердечки еще у нас очень классный тоже телячий и сыра и есть сыром чуть-чуть кипяточком дать и горяченькая сарделечка какой-то ложкой гречки ну чем не обед на таких сарделек у нас 350 гривен килограмм упаковочке ориентировочно у нас пол килограмма может быть меньше при этом мы даем на развес так как надо приятно одна две три штучки без всяких вот такие вот есть очень миленькие очень нежненькие сосисочки детские телячьи 370 гривен килограмм вот они есть немножко отмали такие вот малюточки да очень классно очень если дешевле если не хочет глядину или свинину мы предлагаем 420 слушайте надо конечно бедный сансан человеку это все наблюдают вот эти все пытки да ужасно для меня охотичьи колбаски это вот ну я не знаю это ну пока у вас нет слов я напомню что нам можно позвонить и доказать мы находимся трубовая 26 заход прямо со стороны улицы горный бачок нас раскрубованный у поляры нашего державного трапа мой номер телефона 095 17 здесь всегда есть я и моя молодая команда это мой данил племянник есть 100 процентов там чуть-чуть на привозе за шабашем там у нас есть данила папа и данила папа который в принципе заправляет приготовлением то есть мне не надо обязательно ехать на на новый рынок с привозом нам нужно да наш нашего саша там знают все поэтому ласка вопроса мы будем рады пачки спасибо большое спасибо за прием спасибо за угощение хорошего дня хорошая торговля мы продолжаем нашу прогулку по новому рынку по молочному корпусу как тебе вот мы тоже подойдем еще когда наши звездочки по версии взрослого разговора так что я тебя сегодня знакомлю со звездочками ну да 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 познакомиться это что у нас сегодня расскажи так творожок брендочка все есть творожок жирненький это не это немного таша знаете как тут целый целый сырник я прошу прощения очень от души я тебе предупреждал не завтракать надо сначала на базар потом позавтракать чашечку чая или купить лучше надо сто процентов а это стопленого молока очень нормально и заметьте с валеричем я не делюсь все сама но это же натуральный продукт конечно воротает во рту просто не одна незнательная разочка овечка да я сначала коровью а потом овечку это коровью атака охватка сын вкусно на бомба просто бомба момента когда спрашиваю почему молчит как же тут может говорить улетаешь на небеса овечка есть разная есть вот такая молодая не сильно соленая это такая вам дала менее соленая а такая будет чуть чуть более соленая больше оставшим помидор куда идем быстро на помидорки закусим маслом сливочным масло со сливочкой домашние как он очень вкусно скажите пожалуйста а если не ошибаюсь сейчас масло самое вкусное да еще пока трава на заметку хозяйкам приходите наташеньке покупайте масло домашнее делаем порционный кладем в морозилочку запасаемся да хозяйка же я провозила сливочку брали сами люди пили да 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 просто сейчас сама самая желтами нету этой полыни да ну полынь вообще есть но пока слава богу не думаешь а вы цены не сказали блинчики у меня еще я бы икру взяла на что же вы меня не предупредили вот это сервис это какой-то эротический сеанс вместо икры боже мой сан саныч я тебя прошу отдыхает отдыхает очень устал не спеши все под контролем жирный творожок 150 140 средненький 100 гривен не жирные 80 гривен топленые 180 гривен прын зачка коробка 150 овечка 200 гривен есть блинчики 150 гривен килограмм утром жареные яйцо домашние 70 гривен десяток перепелиная 60 гривен коробочка у нас еще здесь есть есть молочком молочку 30 гривен лидер сметана 150 литр сливочка 220 ряженка 50 гривен баночка топленое масло 250 уже сливка нежнейшая просто классно очень очень прям прям очень нежная нежная вкусно я не могу наташа канала можно звонить конечно можно говорить вас 0 97 439 749 и 5 наталья конечно не забываем про цены на яйца на новом рынке вот молодочка 35 ясен свит 52 болтава 43 домашние 45 молодка опять 35 смотри какое яичко красивенькое отборочка а эта информация для моих зрителей предпринимателей для тех кто хочет начать бизнес на новом рынке сейчас на экране увидите номер телефона это телефон отдела аренды рынка звоните по этому номеру узнавайте о наличии свободных мест приезжайте смотрите выбирайте договаривайтесь и начинайте бизнес сейчас на рынке очень хорошие условия для старта но если вы скажете пароль ясен саныча то условия будут супер хорошие и так еще раз звоните приезжайте смотрите выбирайте договаривайтесь и начинайте зарабатывать но мы с вами смотрим дальше что лето есть лето до обилия красок обилия фруктов били боже я вот мы только говорим как вас зовут лилия лилия разве это очень приятно я вот только лилии говорит как все красиво вот реально хочется съесть прям уж знаете как будто натюрморт фруктов знаете искусстве таки здесь пусть картину пишет да 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 сто процентов можете пробовать все начинать и тут надо пробовать хорошо что на суровом мясе ничего не надо попробовать спасибо мускатная ливия так что за любой пробуйте все нормально нагревается хорошо сколько стоит я так чтобы не испортить картинку посмотрите на эти порции все-таки новый рынок вы знаете очень добрые люди все от души посмотрите на эти порции если уже виноград так рост маленькая маленький без косточки и мелкий-мелкий очень вот это шкиш мышь полет журавля вот есть можно дружескатная ливия да анюта есть тоже очень вкусные софия преображение а ирина есть такой сорт серьезно есть ли есть подарок ирины и есть есть подарок ирины но он вот чуть-чуть больше будет подарок ирины вообще такой красивый вот похож на вот на софию он такой тоже виноватый красный вы видите что говорят из такой красивый сорт какие вкусные с ароматом такие вообще супер привозят нам отличный и очень хорошего и подарок ирины и есть даша еще но то вообще дашка это супер виноград он типа как ирина только тот дашка более темнее а ирина более таразовая вот как у вас платьишко розовое я не знала я не знала подарок ирины шикарно приходите через пару недель он будет вас ждать обязательно приду обязательно надо кстати почитать историю откуда этот сорт винограда произошел да что вас еще вы расскажите данным сонистом хочу начнем например с арбуза арбуза сейчас хит хит сезона арбуз у нас супер супер шикарный сладкий ароматный вкуснячий 30 гривен килограмм арбуз между прочим этот хороший килийский немножко уже заканчивается вот вчера привезли нам последнюю партию скеллини закончим и потом будем думать где бы взять хорошие арбузы вы также сама за качество да да я вот будем думать хорошие арбузы где бы взять потому что арбузов есть много как многие говорят ты посмотри многие в комментарии мне пишут жлобиха 30 гривен полный привоз 20 а чё ж вы там не берете тут по 20 бежите сюда знаете его же я приехал с фонтана я приехал с привоза к вам просто мне так хочется вот сказать вот эти слова люди добрые качество хорошего арбуза то что вы возьмете по 20 и принесете им назад же как я как я вас понимаю вот у нас рыба и то же самое нам говорят а в метро 7 год дешевле товарищи есть качество если вы хотите не замороженная не просроченный качественный товар поэтому иногда стоит чуть-чуть переплатить но зато вы будете вкушать как говорится вкусный качество вы ушли я прибежал вас уже не было решил взять других арбуз и утром принес вот сейчас ему назад дайте вашего арбуза вот так мы привыкаем брать хорошая а чего у вас нектарин 120 я беру испанский шикарный медовый супер-супер а там по 100 рублей а чего вы его не взяли такой сморщенный и невкусный вы сами ответили на свой вопрос из этого идет же вот тоже в комментарии самая дорогая на новом рынке да ладно там есть покруче но хуже товар продают не смешивая это люди которые не понимают пришла моя клиентка надо же там меня обвисли на через на 700 грамм почему у тебя через 160 а там за почитала по 150 300 грамм чё ты не пошла не стыдно а чего вы мне выговариваете я никогда в жизни кого не обвешивала и сама не обманула и перебранная все товар что мне не нравится что мне не нравится я положу там дешевле продам дешевле чем я купила я честно я все покупаю продаю но я никогда тоже сам вот один один в один тоже сама нас на точный вес у нас всегда свежая мы говорится лучше чуть-чуть но отчистания хоть бы он мне попался я бы ему выговорила пока я жлобика старый дед какой-то вы имеете не слушайте никого мне тоже очень не обращайте внимание знаете вот вот я даже если смотрю что-то мне не нравится никогда в жизни буду писать плохое а люди вы не знаю видно мне нечем больше заняться знаете они весь свой негатив да 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 так красиво мне так нравится как бы тоже вот это говорить о боже какая красивая девочка я всегда смотрю на человека и на товар если мне нравится никогда не спрошу цену я возьму кусочек лакомый покушать я съем с удовольствием да и все а зачем мне много брать чтобы я выкидывала чего-нибудь в общем все мы не будем больше считать комментарии плохие мы будем обращать внимание мы знаем мы делаем свое дело мы знаем что мы делаем и я вам хочу сказать не зря мы это делаем потому что точно так же когда пишут кто к ней приходит приходит постоянно и даже не пробуя берут приходит и хвалит такой вкусный арбуз дыня прекрасная хорошая сладенькая ароматная 50 гривен килограмм дыня цена упала тот раз было 60 все уже 50 дай бог чтоб цены подали на все и нам лучше торговать и людям легче покупать лимончик конечно яблочко красные 35 гривен дискавери я хочу все раками но сейчас на будет поставить я все время дискавери до слова забываю как танцами сказал бы девичья память помню только последние цифры испанский нектаринчик шикарный медовый сладкий сладкий 120 гривен килограмм и инжирный персик тоже испания тоже испания тоже испания тоже 120 гривен килограмм два медовых персика ну наш персик тоже неплохой я полю не бедовый наш шикарный 70 гривен килограмм от косточки отделяется сладенький сладенький просто мед вы даже можете сами увериться опять кормят что-то я проголодалась посмотрите аж сок течет отделяется от косточки чистится шкурочка как людям нравится прекрасный шикарный персичек слушайте действительно очень еще есть прекрасный абрикос у нас вообще суперовый абрикос еще именно с дерева отличный абрикос и отделяется от косточки посмотрите как он мясистый посмотрите супер как говорят я абрикос на юге рос отличный абрикос сладенький сочный 120 гривен тоже все отборно стараемся чтоб все человек пришел и радовался душой и когда кушаешь ему было приятно и было и знаете и учет будут вас вспоминать пришел взял прекрасный сливы какие у нас хотите какое разнообразие сливы 4 сорта вы попробуйте какие не сладенькие медовые супер есть потверже есть помягче венгерка это ринклод а это черные сливы крупненькая красивенькая но вот это черный слив 35 вот эти вот 40 ринклодик и черные сливы с этой сливы именно вяленую вялят сливу на зиму который грушка какая красивая прекрасная груша отличная сладенькая сочная прямо с дерева любимица клапа шикарная сочная сладкая отличная игрушка хороша самая вкусная есть потверже есть помягче я вам наш искрится попробуйте какая именно сочная здравствуйте здравствуйте василий как сейчас буду рублю дальше не буду продолжать и как скажу на последок скажу есть у нас взрослая а есть у нас как я говорю мама и папа есть их дети тоже вот смотрите средняя голубика вот попробуйте у нас у нас скажите у нас же взрослый разговор у нас даже есть взрослая понимаете что у нас все схвачено детишки это уже а какая цена на на родителей детей 200 гривен родители дороже 200 гривен килограмм и такая можно да ну конечно взросленький взросленькая тоже смотрит понимаете вот сколько лет живу как говорится и даже не знала что есть надо приехать на новый рынок чтобы узнать что есть взрослая голуби как много что не узнал я очень много сегодня сегодня я вам хочу сказать я давно не было на рынке на этом на новом базаре как говорят в одессе но я влюбилась в него честно мне очень понравилась очень адекватно позднее черешня это же всего лишь шикарная черешня на это время но и все лето тоже красивая большая черешня тоже торговалась и 150 гривен килограмм что-то еще приходит а почем через или даже если все летом еще было 80 гривен через 150 и сейчас такие же поднялась я понимаю да для людей это дорого сейчас такое все дорого пойти несчастных кусочек мяса купить тоже дорого но все равно смотрю в местные корпусы забиты люди подходит да жалко пенсионеров конечно жалко что пенсия маленький но это не от нас зависит мы не правительство как говорится мы тоже вице-подневольные люди приходят нам высказывать ну что я могу чем могу я помогаю я всегда угощаю мы все были оставались людьми я всегда прежде всего стараюсь пенсионерам помочь чем могу я помогаю спасибо господу богу мы есть мы здоровы бог нам дает здоровье и мы работаем можем кому-то помочь и нам бог дает здоровье и мы заработаем говорите телефончик 0 68 88 45 297 я даже выучила телефон вы слышали я сама его рассказала без запинки не зря мы снимаем и делаем видео потому что люди запоминают телефон не становится 1 польза от взрослого разговора становится лучше зелень зелень свежая зелень как же на новом рынке пройти мимо свежей зеленушечки день добрый здравствуйте и что у нас как сегодня сегодня рассказываю смотрите щавель укропчик петрушечка лучок по 15 шпинатик руккола кинза 27 деревьев вот такой вот красивые листики красивые до 15 за пучок так что тут дальше базилик темный зеленый по 20 мягко красивейшая пахнючая 20 айсберг 150 килограмм вот такой салатик вот тут пучок 15 вот эти вот все верхние салатики 20 гривен 100 грамм огурчик красавец маленький помидорчик 60 гривен килограмм стебель 140 гривен килограмм вот такие вот венечки на засол 20 гривен пучок венечки на засолку букет морковочка 50 гривен килограмм вот такой горешок 20 кукурузка 25 чеснок 150 перчик 10 штучка и корень сельдерея 120 килограмм и все вроде кукурузка 25 25 микро зелень а почему же вы почему же я не не да не возле венечка встаю хотя-то тоже полезная штука а вот здесь горошек полезные витаминки я люблю такое просто можно сидеть знаете кто-то смотрит телевизор семечки грезет а я обычно сижу века зелень очень сладенькая штука вкусненькая и развивает моторику да ну мы посмотрели фрукточку да теперь настала очень пора пора запекать кабачки и делать и корку так что катюша расскажите нам пожалуйста по ценам что у вас сегодня здравствуйте у нас перчики уже все большинство наши уже не импортные перчики вот эти пузатые идут по 110 гривен как идет по 100 гривен красный обычный по 70 гривен и зеленый по 50 это как раз то фаршировочка для фаршировки то что я фарширую кабачки идут по 25 гривен и цукини по 35 гривен цукини какие интересные желтые были до сих пор зеленые поле закончилось уже началось желтым баклажанчики длинные у нас по 40 гривен и такие пузатенькие по 50 гривен а беленькие беленькие 60 были еще гелиусы вот такие огромные большие а ира тут уже грибочки надевал я аромат боже какие не почему не лисички 400 это же красота товарищи это же картошечка жареная с лисичками а кстати вот был фрагмент когда вы стояли с тобой на колбаске и ко мне подошел очень приятной внешности мужчина это мой друг вот мы только с ним недавно говорили о картошке с лисичками геннадий валентинович берегись грибочки так и остались 100 и 110 королевские брокколи сейчас импортная наша не выдерживает капусточка капусточка молодая вот низ по 40 гривен такая более пожилая по 30 она не старая она винтажная сейчас сезон кукурузки да штучка 20 гривен есть вот такая мраморная есть вот такой белый белоснежка называется сорт и есть вот такая обычная катюша скажи пожалуйста а вот какую какой сорт сколько варить вот это 20 минут вот эти 10-15 минут то есть быстро как бы дилемма кто-то говорит надо столько тоже не хочется переводить чтобы она была такая сладенькая кизильчик есть уже третий день уже 100 гривен за килограммчик вишня 80 гривен за килограммчик абрикоска сладенькая есть вот есть такая краснощечка еще есть клубничка суммой нам привозят 130 гривен да черешня у нас тоже клубничка есть продастся как говорят на рынке продастся хочу просто понюхать клубничку видишь что-то творится пока пока тебя нету тут уже валерич пошли безобразничает черешня сладенькая да свинницы уже с холодильника свиньи холодильники холодильник холодильник бананчики бананчики до 60 65 гривен корень имбиря до малинка сладенькая да и живичка тоже наше уже местная голубичка в общем все есть все наше такая витрина я даже не знаю чего здесь ни в одном супермаркете наверное нету такого ассортимента как у девчонок красивенькие у нас тоже местные по 150 гривен есть разные виды шикарно здорово так где вы на а вы получается вообще ска выходишь сразу на вас выходите с местного корпуса и попадаете в рай очень давно давно не видела я сегодня не один я сегодня мы с гостей а с гостей пришла пришла я хочу сказать у вас здесь так хорошо нас принимают такие гостеприарные люди очень нравится очень душевные приятные люди я действительно вот очень приятный а что у вас вкусняшки какие-то вот это такое интересное это так по модному называет наша молодежь это я вам просто фишку это мне очень понравилось это слово мне понравилась наша молодежь а мы что не молодежь это поколение чуть-чуть это сырные шарики сырные кульки запеченные в духовке которые вот есть во фритюрах делаю это именно сырный болт можно его макать в соус кетчуп то какой любит сладенький он именно такой воздушный сырный сама есть вот вишня с кремом заварным джем вишневый с заварным кремом есть яблочко здравствуйте я так понимаю что у тебя у вас новинки да это новиночки есть наша курочка грибы только свежая и горячая сейчас нашему постоянному покупателю курочка грибы наша любимая посмотрите какой красивый чебурек но это не чебурек это кальцион из запеченных духовочки с курочкой и грибочками так же самое у нас есть курочка сыром с помидоркой там не фарш а филешечка есть телятина очень вкусно спасибо вам огромное мы всегда стараемся на вкус наших покупателей на сам приятно вот скажите как приятно когда приходят покупатели и вот делаю такие комплименты вот я сама ради этого стоит прийти на работу я же говорю да поэтому когда пишут в комментариях кого кто там покупает да никто не покупает и мы слушайте если бы не было покупателей мы бы не занимались своим делом и мало того еще и когда куча приятных комментариев говорите именно только ради глаз ради вот этих комплиментов ради вот этого спасибо как вам можно говорить знаете что для повара не важно деньги не важно главное спасибо наши новиночки это наши мини полянычки в слое над рождевом тесте обалденная курочка с грибами здесь отварная курица жареными грибочками перемолотая в одессе свинина говядина кто любит более они мне напоминают такие запеченные жареные пельмешки сырные здесь не крем какой-то а именно твердые ну как голландский идет вот такой вот сыр сладенькие вишня заварным кремом яблочко меленькими меленькими кусочками и чуть-чуть нотка корицы не то что там прямо куча корицы так же самое это наша фирменная сосисочка тоненькая венская сосисочка с кетчупом и сыр и сыром а сарделечка идет внутри кусочки сыра и тоже с кетчупом и сырным кремом получается и с кунжутиком они они просто не такие нежные обалденные и так же сама наши вот эти кальционы с телятина и телятина нарубленная кусочками маринованная в соусе терияки красный лучок овощи перчик помидорка базилик это это честно я вам серьезно говорю это умереть и не встать называется также курочка кубиками замаринованная в соусе идет сыр и помидорка и курочка с жареными грибочками это я же говорю на любите у нас есть такие именно гурманы кто-то с сыром кто-то с грибами и телятинку в таком плане печем наш ремесленный хлеб сейчас данный момент это белый хлебушек да он дрожжевой но он идет стомат базилика и отдельно луковый просто белый мы их режем к нашим обедом комплексным мы немножечко сейчас запустили по желанию наших девчат которые на рынке работают тоже хотят кушать им просто каждый раз все время что-то тесто тесто я не спорю но хочется жидкого теплого так как ты каждый день находишься мы варим супчик борщик по желанию наших девчат но так сама и второе комплексные обеды небольшая сумма 50 гривен полуветровый стакан сюда с мясом вот сегодня уха у нас красная рыбка с хребетиком да я не говорю что прямо там семга куски но простите на сегодняшний день 50 гривен стакан свежая горячая только вот сплиты их 12 у нас сюда есть на второе пловчик хорошее со свининкой салатик витамин из капусточка огурчик перчик зеленушечка так всегда мы стараемся девчатам что-то предложить плациндочки сейчас сделаем на кислом молоке по бабушкиному рецептику с творожком и зеленью я хотела вам сказать все по поводу нашего хлебушка тоже хлебушек который мы печем наш белый обеденный мы проработали у нас был технологов с фирмы которые мы берем продукцию дрожжи все мы сейчас работаем с хлебом на закваске бездрожжевой цельнозерновой мы его испекли фитнес булочки как мы дети наши назвали овсяный отрубной получается со злаками ржаной темный мы делали хлеб тоже девчата это мы с технологом проработали теперь мы будем работать и запустили наше хлеба цельнозерновой ржаной тем как бородин бородинский получается на закваске бездрожжевой то есть всегда теперь у нас будет да небольшое количество потому что родной такими объемами еще не супер специалист но по технологии технолога мы запускаем вот эти вот хлебушки и так само остались наши всеми любимые пиццы традиционные традиционная наша терияки это наша авторская пицца стелятина помидоры грибы красный лучок крымский замаринованный сыр и соус терияки ассорти ветчина перец помидоры грибы сыр гавайская курица филе ананасы сыр жульен курица грибочки белый соус домашняя курица помидоры и маслины как говорится халяль у нас ребята любят мясо халяль и мужская пицца конечно не халяль а такая насыщенная ветчина ветчина буженина охотничьи колбаски куриное филе она именно мясо мясное знаете такое мясо мясное папироньки всеми любимые детьми как говорят бутербродик с колбаской сыр моцарелла сверху хороший сыр и ковченая колбаска действительно и четыре сыра моцарелла маздамер старый олдер и голубой лазур который отдает такой легкой ноточкой обязательно конечно вы всегда можете позвонить по нашему номеру ноль девяносто шесть сто семьдесят пятьдесят пять двадцать это наша поляныцы всегда рада вас слышать приветствовать принять заказ течение двадцати минут любая пицца будет готова в радиусе километра мы вокруг рынка можем организовать доставочку доставить кому куда надо на какое мероприятие любой пирог мы пирог и не только делаем курица грибы киш мы делаем с лососем и шпинатом но сейчас жарко в данный момент мы не делаем дело только под заказ его сейчас похолодает ему уже не скажите пожалуйста доставочка только в адресе километра пока вот смотрите ноябре будет год как мы открыты дай бог продержаться и у нас будет доставочка по всему городу но мы пока пешком вот встала и побежала и красивой походкой побежала также пироги которые мы делаем курица грибы киш лорен есть лососем и шпинатом но в данный момент не делаем чуть-чуть делаем вернее под заказ и можно забрать нужно доставочку организовать наш любимый пирог вишня под снегом в самую жару супер и всегда у нас есть прохладительные напитки холодильнички пепси фанта спрайт холодненький стоит кофе у нас есть нет воды не дадим пока не закончим эфир очень вкусный кофе села сделал глоток и немножечко релакс а я такая спасибо девчонки большое за кофе вкусненько действительно вкусненький я вам хочу сказать ребята я просто влюбилась в этот рынок я на новом рынке не была наверное лет 10 я честно я очень приятно удивлена очень очень приятные продавцы очень уютненько душевно чистенького продукты качественные свежие я просто я просто в шоке спасибо вам большое за прием я очень рада я обязательно буду приходить к вам в гости и вы к нам на рыбку приходите в гости вот действительно настолько приятные эмоции настолько приятное послевкусие только посмотрите кто знает как называются эти грибы и можно ли их есть давайте подумаем один-два-три они называются лисички их можно есть они съедобные ну вот такая вот красота вот растет горах друзья ну и напишите пожалуйста в комментариях как вам обзоры наших новых ведущих на время александра валерьевича и ирины юрьевны я заранее благодарю ребят потому что ребята молодцы они прекрасный эфир сделали вчера на привозе кто не видел обязательно посмотрите сегодня сделали обзор нового рынка поэтому жду от вас жирный при жирный лайк если вы до сих пор еще не подписались на youtube канал взрослый разговор то уже настала пора это сделать сделайте это прямо сейчас под видео и стопочка подписаться нажимайте на нее рядом с ней нажимайте на колокольчик и вы точно не пропустите ни одного видео на моем канале если же после просмотра видео у вас все таки остались ко мне личные вопросы пожелания или предложения вот мой инстаграм подписывайтесь на меня в инстаграм пишите мне в личку я отвечаю очень очень быстро ну и не будьте жадинами обязательно поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях там тоже все очень просто прямо под видео есть кнопочка поделиться нажимайте на него и разбрасывайте видео по всему интернету я Сан Саныч также с нами были Александр Валерьевич и Ирина Юрьевна вы на канале взрослый разговор и мы желаем вам мира добра любви и счастья